Всем привет, вы на канале Latsy Books, и сегодня я снимаю такой формат видео, которого еще не было на моем канале, хотя раньше он был очень популярен на BookTube, я все смотрела, смотрела, хотела снять, но почему-то этого так и не сделала. А сейчас я почему-то давным-давно не встречала такие видео, хотя я очень люблю этот формат смотреть, так что попробую возродить традицию. Это Try a Chapter Tag, и суть этого формата заключается в том, что блогер берет энное количество книг, я, например, беру сегодня пять штук, и зачитывают первую главу или, возможно, вторую, в зависимости от размера глав, и делятся первыми впечатлениями от завязки, от героев, от слога, зачитывают какие-то понравившиеся строки или, наоборот, те предложения, которые вызвали лишнее доумение. Мне этот формат нравится именно тем, что в нем очень живые эмоции, хотя, наверное, съемка займет очень много времени, потому что читаю я не так уж и быстро. Я всегда думаю так, что первые строки, и в особенности первая глава, они должны цеплять. Когда я выбираю себе новые книги, я обязательно открываю занакопительный фрагмент, и этот способ мне помогает отсеивать огромное количество книг, которые мне бы не понравились. Вообще, если в книге хорошее начало и хороший финал, то она уже неплохая, потому что середина, она, ну, почти везде провисает. Так что сегодня у нас на повестке дня целых пять книг, я надеюсь, интересных. Сразу покажу вам, что же это за произведение. Первое — это Пелевин в Empire V. Очень противоречивый автор, его многие любят, многие ненавидят. Посмотрим, что здесь будет такого. Последняя — Миссис Перриш. Бум популярности этой книги был где-то два года назад. Я тогда ее не прочитала, только сегодня добираюсь. Совсем новый триллер «Перед рассветом» Валентины Назаровой. У автора я уже читала обряд, и это была такая динамичная, с необычным концом книга. Надеюсь, что «Перед рассветом» тоже не разочарует. Американская классика, причем это одна из самых толстых книг в моей коллекции, поэтому мне немножко страшно за нее браться. И я надеюсь, что я сейчас прочитаю первую главу, и она как-то вот победит мой страх, и я дальше продолжу ее читать. И последняя книга, биография — это «Замок из стекла». Сегодня я как раз закончила читать одну книгу, так что в конце видео выберу одну из этих следующей. Выберу самую интригующую, самую классную. Так что давайте начинать. И начать я хочу с триллера, действия в котором происходит в Санкт-Петербурге. «Перед рассветом». Я уже с автором знакома, у меня есть некие ожидания. Я думаю, здесь будет довольно простой слог с использованием сленга, чтобы придать живости диалогам. Ну и, конечно, мрачная атмосфера. Давайте сначала прочитаем аннотацию. «11 лет назад Диана Андреева была обычной студенткой питерского филфака. Просто девушка, которая влюбилась в парня, он даже не был красивым. В какой момент их история любви приняла мрачный оборот? В какой момент Диана узнала, что встречается с убийцей? Этими вопросами задается Варя Шведова, снимая документальный фильм для диплома. Она замечает нестыковки в рассказе Дианы, незначительные детали, которые указывают на то, что Диана врет. Варя становится одержимым аспирантом и идеей о его невиновности, даже не подозревая, что ей грозит опасность». Ну что ж, приступаем. Первая глава идет от лица Вари, как раз-таки, получается, от той девушки, которая снимает документальный фильм. «Я не знаю, что началось раньше. Моя история с ним или исчезновение девушек. Сейчас говорят, кроме тех пяти с Васильевского острова, были другие раньше, до того, как я его встретила. Но я не знаю, правда ли это. А ведь вы хотите именно правду, Варя? Мою правду?» Ну не сказать, что первый абзац какой-то суперинтригующий. Начинается прямо с диалога, никакой вот такой загадочной фразы. Ну, в общем, оказывается, что главная героиня, она в отчестве на факультете журналистики, и получается, это интервью — это ее дипломная работа. Но меня немножко смущает поведение Вари, потому что она пришла на интервью, но начинает внезапно истерить. То есть она такая говорит, «Нет, все, я уйду, я зря сюда пришла». И она там чуть ли не слюной плюется. Ну, наверное, это какая-то очень трагичная для нее история. Но все-таки странно, ну, можно было сразу отказаться, а не здесь истерить прямо в кафе. Прикольно, что здесь сразу рассказали о смысле названия. «Бросьте вы эту историю, в ней нет ничего хорошего, одна тьма, и она проголодывает всех, кто подходит близко. Чернота, в которой хоть кричи, никто тебя не услышит. Знаете, как бывает перед рассветом». Пока что в этом диалоге много пафоса, но, в принципе, цепляет. Интересно становится, что же там произошло такого в прошлом. В общем, Диана и правда психанула, и просто ушла, а теперь нам раскрывают историю второй героини, Вари, почему она решила взяться именно за эту историю, а не за что-то другое. Тут оказывается, что она с самого детства любит такие мрачные истории, что пока все читали «Сумерки», я была поклощена убийцей рядом со мной. Что это за книга, я не знаю. Я-то «Сумерки» читала. Вообще мне нравится, как ненавязчиво Валентина Назарова раскрывает историю второй героини. То есть, пока она рассказывает о прошлом первой героини, она также затрагивает как-то и жизнь второй. Например, мы уже знаем о том, что Варя, она раньше была таким готом, сложным подростком. Потом у нее была какая-то чудесная компания друзей, которая из-за трагического события развалилась. У нее была любимая собака, по которой она очень скучает. В общем, какие-то детали, которые оживляют персонажа. Здесь показывается студенческая вечеринка, но из-за того, что это студенты филфака, журфака, как-то они сошли в разговоры о литературе. И тут зачитывается отрывок из «Героя нашего времени». Ну, как-то прикольно, на самом деле. Прикольно, что здесь много про Питер, много про русскую литературу. За роялем кто-то начал играть романс на стихи Цветаевой. Да, интересная у них вечеринка, конечно. Я тоже хочу такое. Здесь намечается какой-то конфликт вот в судьбе Варии. Я все путаюсь. Кто из них? Варик? Диана. Здесь есть любовная линия, но которая почему-то прекратилась из-за вот какой-то страшной тайны в прошлом. То, что это за тайны, нам пока не говорят, так что как могут, интригуют. И, честно говоря, у автора получается заинтересовать. Осталось еще пару страниц до конца главы, а я уже хочу читать дальше. Я дочитала эти 28 страниц, и однозначно они меня очень зацепили. Хотя в диалогах иногда проскакивает некий пафос, написано довольно просто и как-то приятно. И ты сразу окунаешься в атмосферу холодного Петербурга и студенчества. Ну и я всегда за, когда в книгах упоминаются другие книги, а здесь в первой главе этого было достаточно. А первая глава оказалась более интересной, чем я, в принципе, ожидала. Какие-то наметились личные конфликты, какие-то были уже размышления о том, почему люди убивают, и как такое вообще может быть. И костюмерная вечеринка, и разговоры о литературе. Очень много всего успела произойти за эти 28 страниц. Что я могу сказать? Неплохо, неплохо. Но давайте идти дальше. Пусть следующая книга будет «Замок из стекла» Джанет Уоллс. Как вы знаете, я обожаю жанры биографии, автобиографии, потому что, когда ты читаешь и знаешь, что все эти события, все эти персонажи, они реальны, то это как-то волнует тебя сильнее. В этой книге Уоллс рассказывает о своем детстве и взрослении в многодетной и необычной семье, в которой практиковались весьма шокирующие методы воспитания. Многие годы Джанет скрывала свое прошлое, пока не поняла, что только освободившись от тайн и чувства стыда, она сможет принять себя и двигаться дальше. Я уже читала подобную книгу, где писательница, она росла в странной и довольно неприятной семье, и она потом прорабатывала вот эти травмы, которые я получила, ну, усвоила из детства. Это ученица Тара Вистовер, и я просто обожаю эту книгу, она мне очень понравилась. Дело в том, что на ней написано, что это для фанатов «Замка из стекла». То есть сначала я прочитала такую своеобразную копию, а только потом беру их за оригинал. Ну, как мы знаем, оригинал же должен быть еще лучше, так что давайте начинать. Я сидела в такси и думала о том, не слишком ли сильно разоделась для этого вечера. Подняла глаза и увидела свою маму. Она копалась в помойке. Это было вечером, и уже стемнело. Холодный мартовский ветер разгонял пар, поднимавшийся из люка в канализации, и прохожие быстрым шагом шли по тротуарам, подняв воротники пальто. Моя мама стояла всего в 7 метрах от моего такси и копалась в мусорном баке. Интересно. Ну, то есть, такой контраст. Героиня уже добилась какого-то успеха. Она едет в такси, разоделась красиво, а тут она как бы видит через окно свое прошлое. Ну, интересно, что сразу у нас точка зрения уже как будто такая отделенная от прошлого. Такое впечатление создаётся, что она уже не воспринимает мать как свою семью, потому что она совсем в другом мире сейчас находится. Мне нравится, что здесь сразу намечается такой конфликт в душе героини, потому что она живёт уже с мужем. Наверное, они богаты, потому что квартира, она обставлена хорошо. Здесь и вазы 19 века раскрашены золотом и серебром, и персидские ковры, и старые географические карты в рамках, и огромное кожанное кресло. Однако эта квартира перестаёт принесить ей радость, как только она вспоминает, что сейчас её родители сидят где-то на холодном тротуаре. Я волновалась об их судьбе, но я и стеснялась того, какими они стали. Мне было стыдно за то, что я ношу жемчуга и живу на парковиню, а мои родители заняты тем, чтобы найти еду на этот вечер и тёплое место для ночлега. Интересно, почему героиня так порвала с родителями, то есть она же могла бы им как-то помочь, но она этого, по сути, не делает. А, ну, в следующем же абзаце мне отвечают на мой вопрос, а что мне оставалось делать? Много раз я пыталась им помочь, но папа неизменно говорил, я уже закончила. Хочу поделиться впечатлениями. Вообще, и правда, первая глава, она вызывает много вопросов. Не очень пока понятна мотивация персонажей, ну, или точнее, реальных людей. Родители главной героини являются бедными, они копаются в мусорке, они ходят в каких-то грязных свитерах, но при этом они знают наизусть Шекспира, говорят о Пикассо, то есть духовно-то они богаты, и как бы, а почему тогда они такие бедные? Они говорят, что им нравится так жить, но это же так странно. А у главной героини постоянно смятение в душе, потому что она и любит родителей, и не понимает их, и стыдится своего прошлого в новой жизни. Ну что ж, наверное, первая глава «Замка из стекла» она зацепила у меня чуть-чуть меньше, чем глава «Перед рассветом», но здесь тоже поставлены уже некие вопросы, намечены конфликты, и мне безумно любопытно узнать о детстве главной героини и о том, почему ее родители, они превратились в таких людей, хотя, видимо, они были раньше нормальными. Давайте дальше возьмем классику, а точнее, американскую трагедию Теодора Драйзера. Я читала Драйзера одну книгу Дженни Герхард, и она мне очень-очень нравилась, так что я предполагаю, что самый известный роман Теодора Драйзера мне тоже понравится, но меня пугает объем, то есть здесь почти 900 страниц. Ну, конечно, я читала «Войну и мир», я читала «Яром Кочеславе», и меня, по сути, уже не должен пугать объем книг, но немножко такое еще есть. Я, на самом деле, не помню, о чем этот роман, так что давайте прочитаем аннотацию. Клайд Гриффитс, средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, племянник богатого фабриканта, стремящийся любой ценой утвердиться в высшем обществе, заводит роман с подругой своей кузины, 17-летней Сондре Финчли, богатой наследницей другого местного фабриканта, красивой, сбалованной, самовлюбленной представительницей золотой молодежи города. Тяготяясь продолжающейся любовной связью с простой фабричной работницей и Робертом Олден, Клайд решает поставить точку в отношениях с нею одним ударом, который окажется роковым для него самого. Ну, довольно типично для американских романов огромное место в жизни героев занимают деньги. Получается, этот Клайд готов отказаться от, по-видимому, искренней любви ради состояния. Летний вечер, сумерки, торговый центр американского города, где не менее 400 тысяч жителей, высокие здания и стены. Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города. На широкой улице теперь почти затихшая группа в 6 человек. Жарко, но в воздухе чувствуется приятно из дома. Первый абзац довольно атмосферный, начинается с пейзажа такого небольшого. Итак, книга начинается с вечера в шумном и суетливом городе, где толпа бесконечно куда-то спешит, и у нас показывается семья довольно небольшого достатка, потому что они вынуждены выступать на улицах с какими-то религиозными песнями. Если родителей, наверное, глубоко религиозных людей все устраивает, то детей это, конечно, тяготит. И это мне напомнило эпизод из «Преступление и наказание», где жена Мармеладова, я немного забыла имя, заставляла детей петь и танцевать, и на посмешище их выставляла, и это такой тоже душераздирающий эпизод был. «Великолепные автомобили проносились мимо, праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться, веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, и все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, жизнь его семьи». Как бы мне пока все нравится, но непонятно, как вот эта семья, она вообще связана с основной сюжетной линией, то есть с Клайдом, с Сондрой, с Робертой. Когда они появятся, либо это вступление Теодора Драйзера, который решил показать прогнившее общество, никак не связанное, собственно, с главными героями, либо кто-то из этой семьи, он будет присутствовать в основной сюжетной линии. Пока не ясно. Оказалось, что этот мальчик, которому неприятно все, что происходит, это и есть Клайд Гриффитс, средний молодой американец с типичным американским взглядом на жизнь. Только пока непонятно, почему его семья тогда на улицах пытается заработать деньги любой ценой. Если у него дядя богатый фабрикант. Первая глава закончилась, я пока еще ничего не поняла, так что, наверное, я начну читать сейчас вторую. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий. В ее побуждениях и поступках мог бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. В общем, родители, они живут в проголодь, они поглощены полностью религией, они вообще не заботятся о воспитании своих детей. Если остальных детей это устраивает, то Клайд, он крайне недоволен. Ему 12 лет, он понимает, что он не может жить в таких условиях, и он погружен в мечты о том, что он сможет вырваться отсюда и утвердиться в обществе, стать таким же, как все. Физическим трудом он заниматься не хочет, потому что Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь беден. И он лишь знает, что где-то далеко, в другом штате, у него есть богатый дядя, у которого он, возможно, может попросить помощи. Я дочитала вторую главу, но здесь тоже уже наметился конфликт, по крайней мере, в душе героя, то есть он такой необычный. С одной стороны, он мечтательный, он такой довольно нравственный пока что, но он гордый, тщеславный, и он просто пропитан завистью к другим людям. Его жалко, но почему-то мне кажется, что в дальнейшем он станет не очень хорошим человеком. Мне что-то стали вспоминаться отзывы, где говорили, что эта книга о нравственном разложении личности. Первая глава меня не очень заинтересовала, но вторая уже пошла лучше, так что я думаю, роман мне понравится, я думаю, он будет таким масштабным. Интересно увидеть становление Клайда как личности, сильно ли он изменится, верны ли мои предсказания, что он изменится в худшую сторону. Слог, конечно, как и в Дженни Герхард, очень приятный. Теодор Драйзер, он пишет так легко, но при этом очень красиво и детально, и он отдается в психологию персонажей. Мне нравится. Что ж, следующая книга, наверное, самая странная из этого видео. это Эмпайр В. Пелевина. Я очень долго выбирала, что же мне прочитать у Пелевина, потому что у него множество книг, и на все из них есть суперотрицательные отзывы, и я просто запуталась, но потом решила, что вампиры — это мое. Давайте прочитаем иннотацию. Юноша Роми представляет реальный шанс войти в элиту, и он становится вампиром Рамой. Все его новые коллеги носят имена богов, потому что стоят выше человека в мировой иерархии. Как именно вампиры управляют людьми, Рами расскажут на специальных лекциях по гламурую дискурсу, на первой дегустации и на праздновании Дня Грехопадения, а содержит нецензурную брань. Ну, любопытно. Рама — это, получается, индийский бог. Тут есть эпиграф. Паровоз мудро устроен, но он этого не сознает. И какова цель была бы устроить паровоз, если бы на нем не было машиниста? Когда я пришел в себя, вокруг была большая комната, обставленная старинной мебелью. Обстановка была, пожалуй, даже антикварная. Дальше подробно описывается интерьер, ну, а потом главный герой понимает, что он приходит в себя не лежа, а, как полагается, а стоя, потому что его руки и ноги привязаны к стене. И рядом с ним сидит человек в красном халазе и черной маске, которая похожа на чумного доктора. И меня смешит реакция героя. Я даже не испугался. Добрый день. Здравствуйте. Здесь сразу так все гротеско начинается и такой сюрприз происходит, что мне это очень нравится. Я прошу прощения за некоторые театральные ситуации, продолжал человек в маске. Если у тебя болит голова, сейчас все пройдет. Я уступил тебя специальным газом. Все очень странно, но отрываться не хочется. Ну, здесь продолжается этот странный диалог. Я уже почему-то несколько раз смеялась. И реакция героя, слава богу, стала более реалистичной, потому что, но все-таки я бы в такой ситуации уже давно испугалась, а до него только дошло. Одно человек в маске честно признается, что он вовсе не человек, он вампир. Существовала какая-то другая реальность, которая была уничтожена. И оба героя об этом знают. В общем, я немножко перестаю понимать, что происходит, но интересно, интересно. Я уже вижу название второй главы, так что первая скорая закончится. Этот вампир решил Рому, без его спроса, тоже сделать вампиром. Но как-то это очень странно здесь происходит. После укуса становится плохо не Роме, а самому вампиру. Ну, в общем, глава закончилась, и Роме, он становится вампиром, и перед этим ему надо увидеть все свое прошлое, начиная с детства, заканчивая сегодняшним днем. Поэтому следующая глава, там будет рассказываться именно о жизни героя. Ну, интересный довольно прием, потому что мы узнаем о прошлом герое, так ненавязчиво, как будто это вплетено в сюжет, а не просто я смотрел в зеркало и вспомнил все про свою жизнь. Ну, просто было такое настроение. Нет, здесь это как-то оправдано. Что я могу сказать? Первая глава была классной. Я действительно не ожидала, что мне понравится так сильно, потому что, ну, слишком уж противоречивые отзывы, но здесь нас сразу окунают в действие, все начинается сумбурно, нас погружают в какую-то абсурдную ситуацию со странными диалогами, и при этом еще все описывается с иронией, так что я уже не раз успела посмеяться. Честно, прямо сейчас есть желание взяться за продолжение, но вспоминаю, что у меня там еще были неплохие книги, и впереди еще последняя история, так что не буду торопить события, и беремся за последнюю Миссис Перриш. Я так посмотрела, здесь очень короткие главы, так что прочитаю, наверное, несколько штук, чтобы, ну, хоть что-то успеть понять. На самом деле, я больше люблю, когда в книгах длинные главы, такие полноценные, а не какие-то маленькие кусочки, ну, ладно. Одни женщины получают все, другие все, что заслуживают. Зависть съедает Эмбер изнутри. Большой дом, красавец муж, очаровательные дети, то, что у нее никогда не было. Дафна принимает как должное, но Эмбер отнимет у нее все, потому что у нее есть план, план, который исполняется как по нотам. Вопрос только в том, действительно ли Эмбер захочет получить все, что досталось от жизни Дафни. Ну, получается, книга о зависти, подозреваю, что внешне такая прекрасная жизнь Дафны, она не настолько уж хороша внутри. Эмбер Паттерсон жутко надоела быть невидимкой. Она приходила в этот спортзал каждый день уже три месяца подряд, и все три месяца она наблюдала за этими бездельницами. Они были настолько заняты самими собой, что она была готова последний доллар поставить на то, что ни одна из них не узнает ее на улице. Она для них была вещью, не имеющей значения, не стоящей внимания. Но ей было все равно. Была одна причина, одна единственная, из-за которой она таскалась сюда каждый день. К этому тренажеру ровно в восемь утра. Что сказать? Главная героиня, она, конечно, отъявленная мерзавка с первой страницы, потому что она очень умела пользоваться ситуацией, чтобы втереться в доверие Дафни. Она прямо прирожденная актриса, она даже расплакалась, чтобы это сделать. И она врет, что у нее есть сестра, которая была смертельно больна, той же болезнью, что и сестра, настоящая сестра Дафны. То есть она давит на больное, и вот у них завязывается разговор такой непринужденный, дружеский. На самом деле, пока Дафна делится такими, ну, травмами своего детства, Эмбер в это время лишь подсчитывает точную стоимость бриллиантов в ее сережках. Эта дамочка носила на себе не меньше четырех тысяч долларов, но при этом жаловалась на несчастное детство. Эмбер с трудом справилась с желанием зевнуть и сдержанно улыбнулась Дафне. Очень хитро и умело здесь поступает Эмбер. Действительно, за одну главу смогла уже завоевать доверие Дафны настолько, что та приглашает ее к себе домой. И это была вся первая глава, она всего пять страниц, так что почитаю еще вторую. Дальше здесь рассказывается о прошлом Эмбер, почему она, наверное, стала такой. Она так же, как и другие сегодняшние герои, например, из американской трагедии или из замка стекла, выросла в отвратительной нищете, как она говорит. И отсюда зависть, отсюда желание денег. С одной стороны, героиня, конечно, неприятная, потому что вот эта ее одержимость, она выглядит странно, она хочет добиться всего грязными способами, но с другой стороны, ее хитрость она восхищает. С того самого дня, когда она покинула тесный дом в штате Миссури, она старательно создавала новую, улучшенную Эмбер, такую, которая сможет без труда общаться с богачами. И она целые дни проводит в библиотеке, читая разные книги, обогащая себя, узнавая о разных художниках, чтобы зацепить мужа Дафны, который является искусствоведом. Все она продумала, так что, скорее всего, ее план получится, но я думаю, что здесь будет какой-то неожиданный финт, потому что все любят эту книгу за астросюжетность, и если у главной героини просто получится увезти мужа, и на этом книга закончится, то это будет как-то не очень интересно. В целом, завязка мне понравилась, сразу обрисовывается портрет героини, трикстера, но что немножко убавляет очарование книги, это слог, потому что он показался мне слишком обычным, простым, даже таким сухим, и сразу понятно, что упор здесь будет идти на сюжет, что это, скорее, развлекательное чтение, но, в принципе, почему нет, иногда такие легкие книги читать можно, и даже нужно. Ну что ж, все пять книг надкусаны, и сейчас давайте подведем итоги. Я расставила книги в порядке возрастания моего интереса к ним, а вообще все книги мне довольно понравились, нет такой, которую я бы не стала дальше продолжать, а тем не менее, на пятое место что-то надо поставить, это американская трагедия Теодор Драйзера. Я не говорю, что роман меня не заинтересовал, нет, я знаю, что Теодор Драйзер, он хороший писатель, и дальше роман сто процентов будет увлекательным, но просто, если брать современную литературу, то, конечно, в ней начало более бодренькое, чем в классике. В классической литературе обычно начало, оно такое медленное, отвлеченное, а вот уже дальше становится интересно, поэтому, ну, в трай-чаптер-теге она занимает пятое место. На четвертом месте последняя Миссис Перриш, мне понравилась вот эта острая такая затравочка, но слишком сухой слог, и как-то я не жду чего-то экстраординарного от этой книги. Возможно, удивит она меня, возможно, нет. Хотя я сейчас подумала, что американскую трагедию и последнюю Миссис Перриш можно поменять местами, так и сделаем. Дальше идет Замок и стекла Джанет Уоллс. Я обожаю книги биографии, и здесь сразу намечается такой острый конфликт в душе героини. Очень интересно, почему ее родители стали такими людьми, что их полностью устраивает жизнь на улице, такая бродяжная жизнь. Написано просто, но в такой нарративной манере, живой, и сразу видно, что это настоящее переживание писательницы, а не просто что-то выдуманное. Насчет второго места я долго думала, потому что я не могла определиться, что мне из этих книг начать читать прямо сейчас, но все-таки я решила, что второе место отдаю Пелевину. Очень динамичное, интригующее начало, которое потрясает своей абсурдностью. Здесь определенно будет много юмора, много иронии, и мне кажется, что книга мне очень понравится, но, наверное, у меня сейчас больше настроения подходит под книгу на первом месте перед рассветом. Здесь первая глава успела охватить действительно много вещей, и мне это очень понравилось, тем более сейчас у нас такая дождливая погода, а здесь как раз описывается холодный Петербург, много упоминается какой-то классической литературы. Не скрываю, она тоже простовато написана, но здесь есть какие-то интересные мысли, есть какие-то смешные шутки, живые диалоги, я верю, что герои это студенты, а не какие-то там супер уникумы. Что ж, на этом все на сегодня. Я надеюсь, что этот формат вам понравился. Пишите обязательно в комментариях, читали ли вы что-то из показанного мной сегодня, какие у вас оставили впечатления эти книги, и также пишите, хотите ли вы видеть такой формат на моем канале, и до встречи в следующих видео.